Всем привет, вы на канале Дешевый Китай, сегодня у нас на обзоре недавно поступивший в продажу DLP проектор Toyinger G5. Работает на операционной системе Android, имеет поддержку 4К, автофокус, 3D режим и встроенный аккумулятор на 15000 мА. Ссылку на продавца, у которого можно приобрести этот проектор, оставлю в описании под видео. Приходит в компактной коробке с дополнительной защитой изнутри. В комплекте идет пульт управления, где размещены не только основные клавиши, но и кнопки быстрого вызова настроек и фокусировки, поддержка режима мыши и встроенный голосовой поиск. И источник сетевого питания на 65 Вт, который одновременно может подзарядить встроенную батарею. Все необходимо есть, но я бы на месте производителя добавил бы в комплект чехол для транспортировки и хранения проектора. Габариты проектора небольшие, очень напоминают по форме мощный пауэрбанк. Помимо компактных размеров, его заявленный вес 2 кг. Все это вкупе дает мобильность и позволяет возить проектор с собой на дачу или кемпинг, где кстати в качестве экрана можно использовать установленную палатку. Либо просто привести с собой на встречу к друзьям для просмотра матча любимой футбольной команды. Внешний вид проектора мне нравится, продается в одном комбинированном черно-сером корпусе, что позволит ему вписаться в любой дизайн помещения. Еще хочу отметить то, что корпус не оставляет отпечатков за счет своей структуры, поэтому не придется протирать проектор после каждого использования. Сверху есть силиконовая ручка для комфортной переноски. На лицевой панели расположена линза с регулировкой электроприводом и датчики системы обратной связи для автофокусировки, за счет чего проектор по точкам самостоятельно определяет углы установки и выполняет коррекцию. На задней стороне находится разъем для HDMI кабеля, вход сетевого питания и зарядки аккумулятора, кнопка включения-выключения, 3.5 джек под наушники либо для проводного подключения к аудиосистеме и USB вход для флешки или SSD накопителя. На верхней части есть сенсорная панель, на которой продублированы все функции управления пультом. Это очень удобно и делает проектор независимым. В случае, если вы взяли проектор с собой на выезд, а пульт остался дома, это решение придет на помощь. На нижней части корпуса есть резьба для установки проектора на штатив. Проектор имеет отличное стереозвучание за счет двух динамиков, расположенных по бокам. Общая мощность 10 Вт, по 5 Вт на каждый динамик. Звук объемный, громкий и чистый, присутствует небольшой бас. Его вполне достаточно для просмотра фильма на природе или демонстрации презентаций. Звучание одновременно удивляет и радует, ведь проектор очень компактный, ожидал, что будет хуже, по факту доволен. Также есть возможность подключения беспроводного саундбара и других внешних аудиосистем. Охлаждение здесь происходит за счет трех тепловых трубок и массивного медного радиатора. Они забирают тепло от охлаждающей пластины, имеющей прямой контакт с процессором и переносят его к ребрам радиатора. В настройках можно вручную выбрать скорость вращения кулера. Но я советую оставить автоматический режим, что проектор сам подбирал нужный уровень для той или иной ситуации. Думаю это понятно, ведь при разных нагрузках нужен свой уровень охлаждения. Работает на версии Android 11 и поддерживает сервисы Google, YouTube и Play Market. Но есть возможность устанавливать приложение не из Play Market. Поэтому киноманы могут загрузить лэзи медиа делюкс и просматривать большое количество фильмов на любой вкус. Процессор Mediatek S6-M7332 с видеоподсистемой Mali-G52. Встроенной памяти 32 ГБ, 2 ГБ оперативной, поддержка Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. В Bluetooth версии 5.0 можно подключить наушники, геймпад, аудиосистему и так далее. Поддерживает воспроизведение 4К видеопотока. Диагонали регулируются от 30 до 300 дюймов. Одна из особенностей Toyinger G5 это встроенная аккумуляторная батарея на 15 тысяч миллиампер, что позволит поддерживать работу проектора без сетевого подключения от полутора до трех часов. Такой разброс по времени зависит от режима яркости. Чем меньше он, тем на дольше хватит заряда. У меня при диагонали в 40 дюймов и в эконом режиме заряда хватило на 2 часа и 50 минут. Внутри установлена DMD-матрица OTI с разрешением 1920 на 1080 Full HD. Заявленная яркость составляет 600 люми, но это при максимальном режиме яркости и работы от источника питания. В эконом режиме она будет ниже. Обратите внимание на небольшую камеру, расположенную на фронтальной панели. Проектор по маркерным точкам самостоятельно определяет углы установки и выполняет коррекцию. Принцип регулирования основан на времени отклика картинки для камеры. При включении производится автоматическая коррекция трапеций и автофокусировка. Достаточно быстро фокусируется и не приходится исправлять вручную, как у ряда дешевых проекторов. Лучше всего проектор показывает себя в темном помещении. Это либо ночью или в зашторенном помещении. Еще советую докупить отражающий экран. Этот аксессуар не будет лишним, а наоборот улучшит картинку. Для просмотра при дневном освещении просто в настройках выставляем максимальную яркость и минимальную диагональ 30 дюймов. Это снизит потерю насыщенности картинки. Есть поддержка технологии 3D DLP, то есть может работать с затворными очками DLP Link, которые приобретаются отдельно, что позволяет смотреть фильмы и играть в игры с поддержкой 3D. В меню есть несколько режимов настройки. Поддерживает как проводное для ноутбука, так и беспроводное отображение экрана для смартфона и планшета. Для этого предустановлено приложение Miracast, транслирует стабильные без задержки. Поэтому если вы любите поиграть на смартфоне, то делать это на большом экране отдельный вид удовольствия. Эта модель проектора не бюджетная, но она сделана по максимально упрощенной форме. Включили и забыли. Не нужно ничего настраивать, он все сделает за вас. Давайте подытожим, что же мы получаем за 422 бакса. Автофокусировка и автоматическая настройка трапеций. Компактный размер, встроенную аккумуляторную батарею, которая позволяет работать проектору до 3 часов в автономном режиме. Хороший стереозвук, 3D режим, сенсорное управление на корпусе и качественное изображение. Мне очень понравился Tuinger G5. Если вы ищите качественный проектор для активного просмотра фильмов, то эта модель отличный вариант. Ссылку на магазин, где можно купить этот проектор, оставлю в описании под видео. Продолжение следует...